Годами я пользовался старым ноутбуком, хотя он был очень медленный. И когда купил новый, то почувствовал себя идиотами за того, что не сделал этого раньше. Господа, проведем аналогию с вашим летним гардеробом. У многих из вас есть вещи, которые уже вышли из моды. Поэтому расскажу вам, как можно заменить такие вещи без проблем и прокачать свой летний гардероб. Первая в списке – белая футболка. Футболка – это неплохо, если она чистая, без пятен. На вас по размеру носите ее. Что я говорю, так это выйти за рамки белой футболки. Первый апгрейд – это Хенли или Пола. Думаю, с Пола вы знакомы. Это футболка с воротничком, которая сделана из плотного хлопка. Рекомендую поискать Пола Джерси. Это более легкое плетение. Оно лучше пропускает воздух. Потому что плотные Пола сделаны для спорта. Чтобы впитывать влагу. Они тяжелые. А Джерси намного легче и лучше пропускает воздух. Поэтому для жары самое то. Хенли – это то же, что и Пола, только без воротника. Многим они нравятся, потому что они выглядят кэжуал. Но в то же время она притягивает взгляд в область груди. Две-три пуговицы, которые практически незаметны. Но они делают Хенли чуть более нарядной, чем обычная футболка. Лично мне они нравятся. Особенно если у вас подтянутое тело, ну или вы худой. А для более крупных парней я бы рекомендовал следующий вариант. Господа, настало время отпустить бороду, наточить свой топор и смахнуть пыль с боевых доспехов. Настало время викингов. Снаряжай войска в походы и штурмы с теми, кто владеет силой, чьи имена пропитаны ею. В ком есть начало и вечность. Вечность Севера. Викинг с War of Clans – это мобильная многопользовательская стратегия в реальном времени с более чем 20 миллионами игроков. События происходят на мрачных северных землях, где полевые командиры викингов сражаются за каждый кусочек драгоценной территории. Лично нам нравится, что в игре все зависит от тебя самого. Ты выбираешь своих воинов, которых здесь ну очень много. Всадники, фурии, наемники. Тренируешь войска и прикидываешь на кого бы тебе напасть или с кем бы объединиться в клан. Такая свобода действий нам очень по душе. Мы уверены, что у вас также все получится и вы сможете повести за собой сильнейшее войско своих сподвижников. Друзья, с радостью сообщаем, что розыгрыши от викингов возвращаются. И в этом месяце мы совместно с разработчиками игры проводим просто обалденный конкурс. Не упустите шанс выиграть ценные призы. Поэтому внимательно слушайте условия. Трое счастливчиков, достигших максимального уровня дворца до конца июня среди остальных участников, получат возможность выиграть MacBook Pro, новенький iPad и клавиатуру к нему, а также iPhone 11 Pro за первое, второе и третье места соответственно. Стань настоящим про-воином, дойди до максимального уровня и выиграй один из про-призов. Внимание! Розыгрыш состоится 3 июля. Не знаете, как достичь максимального уровня дворца? Переходите по ссылке розыгрыша и напишите Эйнару Мудрому. Он поделится полезными советами и поможет быстрее прийти к победе. Качайте викингов именно по ссылкам в описании к видео и станьте героями захватывающих событий в мире викингов. Вперед! Следующая опция – это легкая кэжуал-рубашка. Желательно с длинными рукавами, чтобы их можно было подкатать. Зачем это нужно для парней, независимо худой ты или полный? Потому что это балансирует вашу верхнюю часть торса. Это выглядит лучше, чем просто футболка. Существует огромный выбор. Когда я говорю кэжуал, то я не имею в виду нарядную рубашку. Вам не надо придерживаться чистого белого варианта. Мне нравятся небольшие, повторяющиеся рисунки. Можно попробовать светлую голубую или, может, даже розовую. Поэтому подберите то, что на вас хорошо смотрится. Такие рубашки очень разнообразны. Их можно совмещать с различными брюками. Так что да, это выглядит куда лучше простой белой футболки. Следующая вещь, которую мы заменим, это вашу затасканную толстовку, с которой вы не можете расстаться. Парни, я вас прекрасно понимаю. Она видела и лучшие дни, когда вы были еще выпускником. Господа, вам пора заменить ее на кэшемировый кэжуал пулловер. Что ж, обсудим ваши рабочие шорты. Да, те, что камуфляжные. Пора их отпустить. Или, по крайней мере, спрятать подальше. И давайте прокачаем ваши шорты. Первым делом избавимся от этих боковых карманов. Да, они, может, и спасали жизни, но этим летом все же попробуем найти себе шорты, которые будут вам по размеру, и на них не будет боковых карманов. Есть отличные шорты серые, коричневые, бежевые, можно даже синие. Но почему бы не повеселиться и не выбрать яркий цвет? Как вам оранжевый или светло-голубой? Мне нравится в оранжевых то, что это альтернатива бежевым. Они отлично будут сочетаться с белыми и синими рубашками. Далее по списку это джинса. Да, я сам люблю джинсы, но это не самые лучшие штаны для жаркой погоды. Потому что они тяжелые, не дышат. А когда в них потеешь, то они прилипают к телу. Это ужасно. Ну так, какие у нас есть варианты? Первое, можно принарядиться и надеть тропические шерстяные брюки. Эти брюки сделаны таким образом, что воздух свободно проходит через ткань. При этом они не прозрачные. Поэтому вы будете хорошо выглядеть и при этом очень нарядно. Но если вы хотите придерживаться кэжуала стиля и выбрать более бюджетный вариант, тогда ищите чинос. Какая разница между чинос и хакки? Хакки это более свободные брюки и часто на них встречаются стрелки. Чинос без стрелок. Они бывают очень разных цветов. Да, часто мы видим бежевые и коричневые. Но есть и яркие цвета. Красные, ярко-синие. Поэтому с ними можно повеселиться. Есть даже зеленые. Но самое главное это то, что они могут идти зауженной модели. И их можно подшить, чтобы они были чуть короче. Зачем это делать? Чтобы воздух гулял вокруг ноги. А также засветить своими туфлями. Если говорить об обуви, то вот это не та обувь, в которой вам следует гулять. Они отлично подходят для бега, но никак не для повседневного хождения. Да, они лучше, чем беговые кроссовки, но все же они не принесут вам комплиментов. Они удобные, но они не будут выделять вас. Господа туфли, это фундамент вашего гардероба. Инвестируйте деньги в простые и опрятные туфли. Эти туфли не принесут вам награду, но это классические пеннилоферы. Они коричневые и подойдут практически под любую вещь в вашем гардеробе. И они выглядят намного лучше, чем все, что я показал до этого. Антонио, мне нужно что-то легкое, чтобы нога дышала. Ну что ж, у вас есть опции? Просто надо осмотреться. Вот, пожалуйста, перфорированная кожа. В них будет прохладнее, чем в любых кедах или беговых кроссах. А по весу они практически ничего не весят. Это очень классные туфли. Хотите что-то более яркое, хотите потратить чуть больше денег? Тогда ищите себе итальянские туфли. Они профессионалы по стильным летним туфлям. Говоря о жаре, давайте улучшим ваш запах. Понятное дело, что вы не хотите дурно пахнуть. Есть сотни дешевых ароматов, которые довольно хорошо пахнут. А если вы решили потратиться, то вариантов еще больше. Что мне нравится в акватиках, они пахнут океаном. И это действительно отлично подходит для лета. Вам не нравится запах моря? Тогда попробуйте цитрусовые ароматы. Что мне в них нравится? Легкие, свежие. Если вам нравится бергамот, лимон, грейпфрут. Единственная проблема цитрусовых ароматов, они быстро выветриваются. Но бывают исключения. Эти цитрусовые духи держатся практически весь день. Но некоторым не нравятся их кислые нотки. Давайте прокачаем вашу бейсболку. Эта кепка мне дорога как память. Я купил ее, когда был на Гавайях с детьми. Мы учились серфить. Крутое время. Но я ее взял, чтобы солнце не било мне в глаза. Однако, парни, если вы знаете, что вам нужна шляпа, которая бы защищала вас от солнца, тогда рекомендую взять себе стильную вещь, которая специально сделана для этого. Знаю, что если показать эту шляпу многим ребятам, то они скажут, что это слишком. Лучше и дальше ходить в кепке. Но вот что я вам скажу, если вы уже привыкли ходить в кепке, то разницы практически нет. Вам надо только привыкнуть к тулье и полям. Поэтому вам надо только подобрать такую шляпу, чтобы она не слишком выбивалась. Вот у этой шляпы поля и тулья не такие большие, поэтому ее очень легко носить. Это моя любимая шляпа для путешествий. Так что, парни, подберите себе подходящую шляпу и наслаждайтесь вашим образом. Далее прокачаем свои очки. А именно, обращайте внимание на линзы. Понятное дело, когда вы покупаете себе дешевые очки по 10 долларов, вы их всюду бросаете, они царапаются. Но сами линзы плохого качества. Поэтому возьмите себе хорошие очки, которые лучше защищают ваши глаза. Авиаторы. У каждого есть пара авиаторов. Если у вас есть, то хорошо. А как насчет изменить стиль? Вайфареры привлекают больше внимания. А мои любимые это клабмастеры. Что мне в них нравится, они тоже привлекают внимание. Они выделяются на общем фоне. И мне нравится, как они обрамляют мое лицо. Поэтому поищите то, что вам нравится. Вайфареры крутые, клабмастеры шикарные. По возможности поменяйте свой стиль. Ле, господа, давайте прокачаем ваши часы. Ой, вы не носите часы или вы носите Apple Watch? Да ладно. Давайте возьмем что-то настоящее, парни. Я говорю про дайверские часы с резиновым ремешком, с металлическим браслетом. Больше о часах. Если они вам нравятся, вы узнаете в этом видео. Я в нем рассказываю еще больше о летних первостепенных вещах. Так что, если вам интересна тема летнего гардероба, и вы хотите еще больше улучшить ваш летний стиль, смотрите это видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!